Великой Победе 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 стен Кремля от могил неизвестного солдата частицу вечного огня для того, чтобы отвезти ее в Словакию, перед нем победы и там распространить по словацким городам и селам. Мы с удовольствием поддержали эту инициативу, помогли коллегам организовать это все. И вот сегодня они уже в Польше везут вечный огонь через Польшу, вечером будут в Словакии. И там их будут встречать люди, приходить на площади городов, через которые они будут проезжать, забирать в свои лампады частицу вот этого вечного огня. И мы сегодня знаем о том, что 268 населенных пунктов выразили желание этот вечный огонь к себе принести и 9 мая собраться в этого вечного огня и вспомнить о том, какие беды принесла Европе, принесла миру Вторая мировая война, отдать дань памяти освободителям, советским солдатам, тем, кто принес мир на европейскую землю. И подумать еще раз о том, что мы все должны делать для того, чтобы такие трагедии никогда не повторялись. Я очень благодарен тем, кто сегодня с нами, благодарен российским коллегам. У нас представители Липецкой области, город Елец. И я хотел сказать, что и Липецкой области, и сам Елец испытали на себе все тяготы войны, а сам Елец, он был первым таким относительно крупным городом, освобожденным от нацистских захватчиков в декабре 41-го года. И как раз совсем скоро, 18-го мая, мы планируем по инициативе липецких историков открыть Липецкой области отделение Российского исторического общества, и будем очень рассчитывать на то, что и историки, общественные деятели Ельца тоже примут участие в этой работе. С нами коллеги из Польши, из Дании, из Вены, из Италии, из Словакии, поэтому мы давайте будем начинать нашу работу, обменяемся мнениями по поводу того, что происходит сегодня, что нужно делать дальше для того, чтобы сохранять память о Великой Отечественной войне, о ее истинной истории. Я хотел бы сказать, что сегодня вместе с нами принимает участие в нашей работе член Президиума Совета Российского исторического общества, человек, который на протяжении последних 10 лет с 2009 по 2019 год работал послом Российской Федерации в Словении, Дуг Гапурыч Завгаев, и конечно несколько раз удалось побывать в Словении, удалось побывать на мероприятиях, которые проводил и Центр Изучения Истории Второй Мировой Войны, открытый в Мориборе, и удалось несколько раз побывать у памятника сынам России Советского Союза, погибшим на Словянской земле в годы Первый и Второй мировых войн. И вот там по совместной инициативе посольства России в Словении и Российского исторического общества мы зажгли вечный огонь, перенесенный от могил неизвестного солдата, с чего и началась история этой акции, которая сегодня уже становится народной. Поэтому, уважаемый Накуга Порыч, я с большой признательностью передаю вам слово. Спасибо. Уважаемые друзья, коллеги, во-первых, я хотел бы всех поздравить с наступающим великим праздником 9 мая, пожелать всем здоровья, мира, благополучия, чтобы те ужасы, которые эта война принесла на нашу землю, чтобы никогда не повторились. не останавливаясь на деталях, на форму, методу работы, хотел бы привлечь ваше внимание к тем вещам, которые, на мой взгляд, применимы и в других странах и дают довольно высокий показатель нужных результатов. первое, с чего мы начали в 2010 году нашу работу, работа коллектива посольства, других наших организаций, ветеранских, теперь общественной организацией наших соотечественников и так далее, и так далее. Толчком к тому, о чем я хочу сказать, послужился такой случай с нашими памятниками, памятниками советских войнов. Три таких памятника были разрушены, ну, естественно, как в таких случаях, мы там ноты обратились местному руководству, там дежурный разговор, что примут какие-то дополнительные меры, но вскоре вандалы разрушили и русскую часовню, это памятник Первой мировой войны. Вот тогда у нас родилась мысль, что да, с властями мы должны и дальше продолжать взаимодействовать всем, чтобы защищать памятники и так далее. А всего их, кстати, на сегодня более 80 памятников, памятного места, где захоронены наши войны. И вот мы решили пойти, как говорится, в народ. за каждым дипломатом, за каждым сотрудником посольства Российского Центра Науки и Культуры закрепили ряд городов и населенных пунктов, на территории которой находятся наши захоронения и начали работать с ветеранскими другими общественной организацией, в том числе молодежными и проводить ежегодно у каждого памятника, у каждого войска захоронения массовые мероприятия. В первый год, в 2010 году, пришли единицы, единицы местных людей. Теперь на следующий год больше, больше и так далее. На третий год пришли несколько мэров городов. Ну, чтобы подробно все это не пересказать, на сегодняшний день во всех 40 городах и районах, на территории которых имеются наши войска захоронения, мэры городов лично принимают участие. Общее количество местных жителей превышает 10 тысяч человек. В последние годы также в нашем мероприятии принимали участие министры правительства страны, лично президент, руководители парламента. То есть, вот, возвращаясь к этой идее работы с народом, она вынудила, говоря откровенно, власть придержащих идти вместе с народом, ибо они являются их избирателями. Вот таким образом нам удалось создать общую атмосферу, невосприятие, я бы сказал, без привлечения, невосприятие идей переписывания истории, а там, где ее переписывают, показатель удачного переписывания является тот вандализм, который проявляется в отношении наших памятников. Если их сносит, если их разрушает, значит, это уже итог того, что им, власть придержащим удалось ввести в заблуждение населения, что действительно наступило, как бы они считают, в кавычках, моральное право это делать. Поэтому я считаю, что мы должны повсеместно, где только это есть, такая возможность исключительно широко работать с местным населением, с отечественниками, с общественными организациями, и таким образом обеспечить надлежащую защиту памятников, отсюда и историческую правду, связанную с Великой Отечественной войной. И вот эти встречи давали нам огромный массив информации о событиях, о героях. Мы установили более трех тысяч имен, которые до этого не были известны. Открыли 28 новых памятников, не потеряли ни один старый, 28, один из которых открыл лично президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Это в 2016 году, 30 июля. Это первый и на сегодняшний день единственный общий памятник сынам России и Советского Союза, погибшим на Словенской земле в годы первых мировых войн. Общий памятник. У нас таких памятников не было по той причине, что в Советском времене, как вы знаете, Первая мировая война нам была как бы подзабыта. Нас почти не интересовали герои и так далее. Когда сегодня все становится на свои места, этим памятником мы по сути доложили традицию внимательного отношения к истории как таковой и особенно к истории Первой мировой войны. Совместно с Российско-историческим обществом мы этого памятника открытого Путиным в 16-м году, в 19-м году, то есть два года назад, в день начала Второй мировой войны, то есть 1-го сентября, открыли вечный огонь. Частичка пламени этого вечного огня была доставлена от Кремлевской стены спецрейсом, который выделил Министерство обороны и при большом участии местного населения представителей высшего органа власти страны пребывания был зажжен вот такой вот вечный огонь и он сегодня самый. Более того, у этого памятника с 2016 года, с года его открытия, ежегодно нам проводятся массовые мероприятия. И прежде всего 23 февраля, 9 мая и по другим значимым датам. И особенно хотелось подчеркнуть то, что нам удалось договориться с Министерством обороны, когда мы проводим вот такие массовые мероприятия, Министерство обороны Словении выставляет почетный караул и военный оркестр исполняет гимны России и Словении. Вот такой уровень работы, взаимодействия российским историческим обществом с другими организациями, как соотечественных, как страны пребывания, так и российскими. Поисковая работа нас вывела еще на очень важный объект, это здание, в котором годы войны был концлагерь для советских военнопленных. В этом концлагере в сентябре 1941 года было завезено более 5400 пленных красноамбельцев. К весне, то есть к марту 1942 года, через полгода живых оставалось 147 человек. То есть это лагерь было не содержание, а по сути уничтожения красноамбельцев. Так вот, нам удалось, удалось заполучить это здание площадью более 3000 квадратных метров в аренду на 10 лет на условиях 1 евро за здание в год. 1 евро за здание в год. И у нас родилась идея в этом здании открыть международный исследовательский центр Второй мировой войны. Я докладывал об этой идее Владимира Владимировича Путину в ходе его визита. Он одобрил и поддержал эту нашу идею. Это было в июле 2016 года. А в ноябре 2017 года, то есть через год, мы открыли в этом здании международный исследовательский центр. И в декабре уже провели первую международную конференцию по тематике Второй мировой войны. Всего международных конференций на сегодняшний день в этом центре в Мориборе проведено девять, половина из которых совместно с Российским историческим обществом. Теперь очень интересный самый большой интерес вызвал этот центр. И в этих конференциях принимали участие представители 24 стран, включая Великобританию, все Прибалтийские республики, Украина и другие европейские страны. Этот центр расположен, как я вам сказал, в здании бывшего концлагеря в городе Мориборг, который был фашистами, тоже оккупирован. То есть любое слово, звучащее с трибуны этого центра, оно приобретает особое доверие и особый вес. По другим направлениям тоже удалось закрепить нашу позицию, позицию русского языка. Открыли мы там в Словении центр имени Давалина Хосника, который продвигает именно русский язык. Давалина Хосника это автор русско-словянского, славянского русского словаря, издан в 1901 году. Мы ему, Хоснику, на его родине установили памятник. Это первый памятник ему посвященный. Открыт этот центр три года назад и вот за последние годы его посетило более десяти тысяч человек. Ну, я не буду больше отнимать у вас время. Мне очень хотелось бы, чтобы мы ни в коем случае не успокаивались над Российским, не расслаблялись, а если учетом общей, как вы видите, наступательной на нас пропаганды коллективного Запада по переписыванию исторической истории Второй войны и умалению роли Советского Союза разгром фашизма. Нам надо наращивать и нам надо оправдать себя методы, брать, как говорится, на вооружение и добиваться тех целей, которые перед нами ставят сегодняшнюю обстановку в мире. спасибо за внимание. Спасибо большое, уважаемый Дакугапурович. С нами на связи город Елец, 12-я школа и среди участников нашей встречи, собравшись в школе, глава городского округа Елец Евгений Вячеславович Боровских. Евгений Вячеславович, передаем вам слово. Здравствуйте, дорогие участники конференции. Рад всех вас видеть, пусть даже и через экран. Очень жаль, что коронавирусное применение для именно вас может встретиться воочию, но я уверен, что это время и за горами, и мы сможем встретиться и проинстировать такую большую конференцию. Мы не случайно находимся в стенах средней школы номер 12 города Ельца. Здесь вы можете видеть, что среди посетивающих есть представители лидератской организации города, представители руководства учебных средней, а также воспитанники детских классов. родители и родители детских садах проводится огромная посредительская работа среди и воспитателей, и дошкольников, и родителей, направленная на то, чтобы правильно воспринимать нашу историю, у детей воспитывать чувство гордости за свою родину и героическое дорожное народе. Действительно, условия идеологии, в рамках которой принимаются попытки переписать историю Великой Отечественной войны, так сказать, перемоевать ее, изменить причины ее, и ход, и результаты этой войны. Конечно же, мы понимаем, что это очень важное направление, и мы, можно сказать, сейчас сражаемся за двумя нашей битверью, очень радостно видеть в глазах нальчишек и печеных тот взгляд и искор, когда они выходят на парады победы, ежегодно проводящиеся в городе, когда они встречаются с ветеранами, когда накануне праздника победы Маштан выходят, помогая ветеранам в журчем городе, это на самом деле неоценимые эмоции, которые видишь, в ряди как в детстве заражаются этой идеей, и эту взаимосвязь поколений прослеживается, но пытаются сохранить. Потому что сохранение воинской славы России, памяти о ветеранах это понемногу, чем мы можем выразить благодарность героическим поколениям залога на воде от служения отечественного и медное небо на нашей главе. Вчера у меня состоялась встреча с руководителем Содоржества Мурск, Ежи Тыц. Был рад пообщаться, знать, насколько масштабная и последовательная работа в соседней Польше проводится в рамках восстановления местных захоронений и благоустройства этих мест как поиски, так и советских солдат. Проводится поиски мест окончательного захоронения советских солдат, пройденных во второй мировой войне. Поэтому мы обменялись линиями, я уверен в том, что и в дальнейшем мы будем настраивать взаимоотношения между лицом городом воинской славы и между подобными и общественной организацией и вообще поддерживать инициативу как ЕЦЕ, как и взаимопредел в силу наших возможностей для того, чтобы сохранить нашу историю, сохранить памятник народа. В завершении своей приветственной речи хочу поблагодарить вас всех, пожелать успехов, особенно радостно слышать новости о том, что Российское историческое общество будет открывать отделения на территории Неврополитенской области, обязательно постараемся принимать участие в этих мероприятиях в последующей работе этого отделения убежден, что подобные конференции, подобные работы, которые мы сейчас проводим, они безусловно важны и нужны и нам, и нашим детям. И благодаря именно таким встречам мы сохраняем память подвига наших предков и даем переписать нашу историю. Я уверен в том, что данная конференция и работа будут продуктивны, всех призываем активно участвовать, и я думаю, что после того, как закончится конференция, мы еще с ребятами, с воспитанниками родительских классов обсудим и проведем, наверное, какие-то итоги. Всем спасибо за внимание, очень буду рад слышать следующих выступающих. Спасибо. Спасибо большое, уважаемый Евгений Вячеславович. Спасибо и вам, и вашим землякам за то внимание к историко-патриотической работе, к историко-просветительской работе, к патриотическому воспитанию, которое вы уделяете своей деятельности, и спасибо учителям, крыведам, Ильца, спасибо коллегам из Росгвардии. Это все очень важная, нужная и полезная работа, работа на будущее. Я действительно очень надеюсь на то, что работа отделения, которое планируется создать в Липецкой области, отделение Российского исторического общества, будет и в Ильце заметной и, главное, полезной. Я хотел бы передать слово уже упоминавшемуся сегодня нашему товарищу, руководителю сотрудничества Курск из Польши Еже Тыцу. Пожалуйста. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Яжи Тыц. Я руководитель организации Курск из Польши. Я вам передаю привет сердечный от моих земляков, от поляков. И о чем я хочу сегодня с вами поговорить. Во-первых, благодарю организаторов этой конференции, очень важной конференции, за приглашение. Это для нас, для поляков очень важно, потому что таким образом мы можем рассказать россиянам и гражданам других стран о том, что поляки, полский народ помнит и чтит, и будет чтить память о советских и польских солдатах-освободителях. Наша организация уже 14 лет при сложных, иногда опасных условиях борется в Польше за память советских солдат за уважение, которого эти солдаты достойны. Мы за время нашей деятельности спасли, восстановили на собранные нами средства почти 50 объектов. Это восстановленные кладбища, памятники советским солдатам, это разбрасанные по всех уголках моей страны могилы солдат-героев. Работа была сделана огромная. Нам удалось повлиять на мнение большого количества польского населения. Нам удалось в судах, в прокуратурах, в полиции, даже в европейском суде по правам человека добиться уважения для этих людей, благодаря которым моя страна вернулась на карту мира. Хотелось бы лично отблагодарить этим людям за свободу, но, конечно, это невозможно. Многие уже ушли из жизни, те, которые остались. Пусть живут очень-очень долго, как доказательство того, как они воевали, как они отстояли мир, как они победили фашизм. Дорогие друзья, знаете, что, до 2015 года в Польше отмечался День Победы 9 мая. Потом эту дату перенесли на 8 мая, но все равно Польша отмечает День Победы и он также и называется это Народный День Победы, Народовое Свято Звучиенство. Если кто-то говорит, что в Польше День Победы не отмечается, то такой человек говорит неправду. И как Польша готовится к этому празднику? Но, конечно, ожидать от центральных властей, чтобы они что-нибудь в этом направлении сделали, это напрасно. Нельзя. Но власть, а народ, это в Польше два разных вопроса. народ готовится полной парой отмечать День Победы. Принимаются многие, десятки различных инициатив. Эти инициативы принимаются организациями, простыми людьми, просто народом. Люди начинают наводить порядок на кладбищах, где лежат советские и полские солдаты освободители. Люди наводят порядок на памятниках, оставшись еще. Люди призывают возблагать цветы, винки, люди призывают встречаться. Все для того, чтобы достойно посмотреть память этих солдат. Полский народ хорошо помнить, что он в долгу у советского солдата навсегда. Я лично тоже. И мы, а бы там никогда не забудем. Даже сегодня утро меня порадовали товарищи из Польши, потому что в довольно большом городе Оструда в Острынской области вышла стация по местной газете, где прям журналисты просят, напоминают, чтобы администрация и кто-нибудь еще убрал кладбища советских солдат, потому что 8 мая мы отмечаем в Польшей День Победы. Таких восточек очень много, но вы когда следите за новостями из Польши, то конечно получается другая картина, чаще всего. мы это понимаем. Но я представитель польского народа, я польский солдат, я военнослужащий, поляк, я приносил присягу отстоять мир, причем к плечу с Красной армией. Красная армия уже не существует, но главная задача отстоять мир, она остается навсегда. Я никогда присягу не поменял, никогда другой присяг не принимал. я вам говорю, дорогие русские товарищи, все не так плохо. В Польше этот процесс по взносу памятников, по переписке истории, он рано или поздно будет приостановлен людьми, народом. Я это знаю, у меня большой опыт, и если я говорю вам, то вы знаете, что я говорю правду. Моя речь подходит к концу, и в конце скажу так, не переживайте за могилы и памятники вашим солдатам в Польше. Мы разберемся. Переписка истории, фальсификация истории, это дело между поляками. Есть поляки, которые чтят советского солдата, есть те, которые считают его оккупантом. Это борьба разделенного политиками польского народа. Но поляк, он сидит сейчас перед вами. Я настоящий, адекватный поляк. Таких людей, как я, больше, чем тех, которые стремятся разжигать ненависть между нашими странами. Мы этого не допустим. Спасибо, дорогие друзья, за приглашение, за внимание. Особо благодарю моих товарищей из организации медицинца. Благодарю за вчерашнюю встречу с мэром города. Она в моей памяти останется навсегда. Я знаю, что дело по сохранению памяти в гельце в хороших руках. Дай Бог, чтобы так было по всей стране. Поздравляю всех, дорогие друзья, с наступающим праздником, с Днем Великой Победы. Ура! Спасибо вам, уважаемые товарищи, за ваше выступление, очень ясное, очень точное, и за все то, что вы делаете. И мы хотели, чтобы вы знали, еще раз услышали от нас, что здесь, в России, испытывают самое теплое, самое дружественное чувство к нормальным, адекватным полякам, которых тоже уверен в Польше большинство. Вы очень точно сформулировали, что именно благодаря победе, Великой Отечественной войне, победе над нацизмом, Польша вернулась на карту мира, и мы же знаем, что половина Восточной Пруссии была передана Польше, и на протяжении всей послевоенной истории эта территория уже осваивалась, развивалась, поляками, и конечно очень признательны вам за вашу работу, и всегда вас поддержим там, где это будет необходимо, там, где вы посчитаете нужным. Мы ваши товарищи, ваши помощники, и еще раз спасибо вам большое. Я прошу выступить замечательного человека, который в большой нашей радости смог принять участие в нашей сегодняшней встрече легендарного партизана, участника сопротивления в Италии, заветского солдата Николая Иосифовича Орлова. Николай Иосифович, как вы нас слышите? Да, да. Спасибо, спасибо за представление. Можно начинать, да? Да, да, мы вас видим и слышим хорошо. Очень хорошо. Ну, я что хочу сказать? Война-то разметала нашу семью по всему Советскому Союзу. Старший брат умер в Киеве. Он был партизаном на Украине. Средний брат, старший брат 15-го года рождения. Средний брат Алексей сейчас, то есть не сейчас, а уже тоже похоронен в коме СССР, но сейчас было такое. Ну, и я вот сейчас живу в городе Одинцово Московской области. Родился я на Смоленщине, около, недалеко от Вязьмы, километров 40. Это Знаменский район был, а сейчас он Угранский район. Часто там бываю. Почему? Потому что навещаю своих родителей, которые там похоронены. и что обязательно посещаю погибших, то есть погибших память, даю честную память погибшим моим товарищам. я знаю таких зятей Натальи Ивановны, которые расстреляли немцы. Несколько деревень Угранского района теперешнего сожжены немцами. Естественно, когда на Угрой скопилась такая-то подошла такое несчастье, как война, я тоже пошел партизанам. Мне было в то время 15 лет. И было такое дело, что нужно было обязательно, то есть восстал весь район по призыву первого секретаря райкома партии. Над Угрой поднялся столб огня и вот эта память об этой мы всегда храним и помним. Сейчас уже так сказать мое положение ну очень 95 лет конечно я не могу полностью отдать свои силы, но все то, что было у меня, что было возможно, я всегда отдавал все на воспитание молодежи, молодого поколения патриотическом, то есть духе. русские люди, советские люди попадая вот в Италию, это я отлично видел, сразу же берутся за оружие и что помогали местным партизанам, горибалейцам. Так же получилось и со мной, что я сперва сражался в Смоленской области, в Угранском районе, там был обоснован, так сказать, большой партизанский край, в котором действовала советская власть. Были сельсоветы, были колхозы, были совхозы, это было в течение с января 42-го года до мая 42-го года. Потом немцы собрались силами, сняли с фронта определенное количество армии и оккупировали второй раз наш район, наш партизанский край. Партизанский край был большой, он немцам доставлял много хлопот. Но в это время меня ранило, потом лечился я дома, мать вылечила и все-таки немцы меня отправили в Италию. В Италии я также сумел выйти при помощи американцев. Американцы стали бомбить наш лагерь и мне удалось сбежать. Две недели я искал партизан в горах Италии, Апининах, это примерно Флоренция, Ореца. Затем все-таки я нашел при помощи партизан, то есть при помощи местных жителей, горцев Италии, которые помогли мне найти итальянских партизан, грибальдийцев. Я воевал сперва в 8-й бригаде, это в районе Фарри, затем воевал около Имала, которую президент Италии вот уже после войны наградил золотой медалью за храбрость. То есть по сути дела назвал ее городом-героем. Здесь в 45-м году уже 1 января 45-го года я вернулся в Россию, в Советский Союз. После долгих мытарств, будучи партизаном, то есть не партизаном, а уже будучи пленным немцем, будучи потом освободили американцы нас и в то же время хотели запереть нас в лагерь с немцами вместе, но мы объявили голодовку и американцам пришлось все-таки возвратить нас в Советский Союз после долгих мотарств. Вернувшись, я после восстановления так сказать партизанских моих партизанского стажа я тут же стал работать вместе конечно ну как сказать в свободное от работы время в Советском комитете ветеранов войны с 58 года в обществе СССР Италия в обществе дружбы вот в этих организациях я помогал воспитывать молодое поколение в Одинцове в Новопетровске в Московской области собственно говоря и вот при помощи вот своих своего работы в Советском комитете ветеранов войны я продолжал работать таким обществом в течение до вот до последнего времени по сути дела то есть у нас было такое течение если выступаем перед школьниками то нас обязательно почетные пионеры принимали затем очень часто в московских школах открывались музеи и сейчас еще действует музей в Кузьминках на музее Федра Политаева который имеет звание Герой Советского Союза и у него же звание Герой Италии это большое значение имеет для у нас для того чтобы ну и кроме того более пяти тысяч человек советских людей воевали в Италии в в рядах итальянских партизан ну что еще сказать хочется то что вот последнее время я бы отметил что муж больно Украина не не сама Украина конечно а руководство Украины после 1416 годов Ильяна взялась чернить Россию и что-то вот ну как сказать вот не хотят они мириться с тем нашим устройством то хотят обязательно появиться то есть свободы не хватает а вот какая свобода может быть если нет никаких данных никаких ничего хорошего не 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 могут они сделать притеснение к народу только всего ну и потом мне очень не нравится и я всегда борюсь с этим это часто и у нас такие были случаи в нашей стране но особенно это заграничные по сути дела вся Европа во первых шла войной на Советский Союз таким же образом сейчас идут они и на Россию по сути дела руководящие их органы вот вот я думаю что я буду до конца своей жизни буду обязательно делать так чтобы история не была бы укреплена утрачена утрачена нами а чтобы история история о Великой Отечественной войне история Второй мировой войне история всех предыдущих войн была обязательно укреплена и чтобы все люди об этом хорошо помнили и знали вот что хотелось сказать но я хотел бы еще добавить что в Италии я довольно часто бывал от Советского комитета ветеранной войны от Российского комитета и в Польше и в Германии обязательно навещали памятники кладбища там где похоронены русские советские солдаты люди на этом я хотел бы закончить свое пунктное такое выступление оно неподготовлено прямо было так сказать спонтанно что хотел бы сказать хотел еще раз сказать что всю свою жизнь я работал в сельском хозяйстве поднимал его а вот сейчас видите наше сельское хозяйство стало подниматься на ноги тоже хорошо и еще хотел бы выразить нашему руководству благодарность за то что они очень тепло относятся к ветеранам участникам войны участникам других войн так что раньше было это немного хуже сейчас я действую то есть работаю во-первых в музее в Москве на Кузьминках затем вот музей на Смоленщине был музей организован на станции то есть на поселке Угра вот пожалуй все спасибо за внимание извините запутанную мою речь Николай спасибо большое вас с праздником вас с днем победы приближающимся одну минутку поздравьте меня и с 95-летием мой день рождения 9 мая у вас 9 мая два праздника да поэтому вас поздравляем конечно желаю вам крепкого здоровья бодрости духа и спасибо спасибо вам за то что вы вот и в 95 лет продолжаете нести службу и рассказывать людям рассказывать молодежи о своем таком удивительном жизненном пути уважаемые коллеги я хотел бы передать слово коллегам из Словакии руководителям общества соотечественников и друзей России Березка Ирина Фрайштакова Бронислав Русинок и уважаемые коллеги хотел бы напомнить договаривались о регламе не более 10 минут пожалуйста из словацкие коллеги на связи добрый день всем приветствую вас Словакия общества соотечественников и друзей России Березка я Ирина Фрайштак председатель этого общества не буду много времени у вас занимать я вкратце постараюсь значит наше общество хоть молодое возникли мы как самостоятельная организация в прошлом году позапрошлом году в 19 5 декабря но перед этим мы 5 лет были неофициально как говорится как да мы были как клуб но сейчас мы уже самостоятельная организация также 4 апреля у нас была очень серьезная большая такая акция в Лептовском Кулаши это город в Средней Словакии где мы были вместе с представителями русского посольства участниками такой вечерней акции к дню освобождения Лептовского Микулаша и наша работа была проделана большая мы нашли политрука человека у которого были серьезные короче капитан Иван Павлович Рахманин политрук 2-го стрелковой дивизии Самарско Ульяновско Бергичевский которая называлась железная дивизия мы нашли его место там где он погиб вместе с сотрудниками посольства Российской Федерации договорились и я лично просила и разговаривала с представителями посольства они обещают нам финансовую помощь для установления мемориальной доски на этом месте где погиб Иван Павлович Рахманин в честь его названа эта площадь в городе Лептовский Микулаш и мы взяли как бы сказать шефство над и над этой площадью и над этой доской и над над работой хотели бы мы найти каких-то родственников этого человека но просто сейчас такая эпидемиологическая у нас ситуация и политическая тоже тяжело работать но мы стараемся дальше мы сотрудничаем очень тесно сотрудничаем со Словацким союзом борцов антифашистов и в городе Зволен и в городе Попрот мы организовываем встречи на кладбищах где похоронены красноармейцы и сегодня после конференции мы идем на торжественное возложение венков к памятникам погибших красноармейцев и в городе Спишска Нововес в городе Прешов в городе Микулаж завтра у нас встреча словацких байкеров в городе Прешов который привезут нам огонь с могилой неизвестного солдата из Москвы так что это завтра такая довольно таки у нас интересная встреча остается у нас еще в связи опять говорю с эпидемиологической этой ситуацией у нас все закрыто у нас локдаун и школы закрыты и ну в общем жизнь конечно интересная но мы стараемся работа с молодежью у нас тоже на первом плане мы обеспечили средние школы учебниками русского языка и литературы помогли им помогаем им с проведением факультативов что касается изучения русского языка в городе Кижмарок на месяц октябрь перенесен молодежный фестиваль русской кухни где гарантом у нас будет представлен наш посол российской федерации Игорь Борисович Братчиков они нам гарантируют помощь финансовую финансовую как говорится все все остальные там нужны нам будут русские костюмы русская русские какие-нибудь материалы для молодежи вот что еще такого интересного можем сказать в Татрах мы шефствуем над памятником погибшим партизанам который мы нашли совершенно случайно в лесу об этом памятнике никто ничего не знает так что мы пытаемся какими-то совсем муравьиными шагами собрать информацию по крупицам но это очень сложно именно в данной ситуации сейчас когда слышат слово россия нам просто поворачиваются поворачиваются спиной но это не значит что люди опять это власти а что касается людей люди в Словакии добросердечные и хотят сотрудничать с российскими посольствами и с нами и со словацким союзом борцов антифашистов но политика есть политика мы здесь живем мы стараемся я надеюсь что все будет хорошо от имени всех своих коллег из березки я поздравляю вас со светлым праздником победы желаю всем нам много сил здоровья и чтобы нам никто не перечеркивал исторические факты Великой Отечественной войны да еще в наших планах есть появилась у меня такая мысль что мы бы хотели совместно с организацией мы из Ельца пройти позвать их сначала в гости в Словакию и вместе с ними показать им и пройти с ними места где воевал их однополчанин где не однополчанин а земляк героя Советского Союза Карасев и мы нашли какие-то контакты в музее но пока музей закрыт в связи с данной ситуацией если это все конечно осуществится мы будем очень рады очень рады встретить наших земляков из России на территории Словакии вот в общем-то и все Ирина спасибо большое за все такое разнообразную и вовсе не муравьиную работу которую вы ведете вместе с вашими товарищами коллегами и вы сказали о том что политическая ситуация тяжелая с одной стороны это конечно так и мы это видим и так сказать позиция власти она не всегда представляет такой адекватной уроком истории но вот как раз в связи с акцией по передаче вечного огня с визитом словацких банкеров сюда в Москву я вот хотел поделиться с вами такой новостью вчера министр обороны Словакии опубликовал в фейсбуке пост в котором подверг критики так сказать обругал в довольно таких сильных выражениях словацких байкеров ну и нам сказать что он получил свое получил по полной программе вот словаков же которые пришли в комментарии и в 90% случаев дали так сказать самую прямую и жесткую оценку всей деятельности словацкого правительства и лично министра обороны там люди пишут о том что это власть не словацкая о том что это власть американская ну и так далее можете сами почитать и дописать что-нибудь раз уж такой повод выдался и вот это мнение народа и мнение народа это же тоже элемент политики важный элемент поэтому я думаю что конечно не все потеряно и не нужно стесняться это мнение высказывать тем более вы абсолютно правы и ваши коллеги абсолютно правы и мы ждем ждем с нетерпением вот этой информации о том как пройдет распространение вечного огня в Словакии вы об этом тоже сказали уважаемые коллеги нам с Доггапуровичем сейчас нужно будет принять участие в следующей встрече но вместе с нами работает наш коллега организатор сегодняшней встречи член правления российского исторического общества Константин Николаевич Певнев и поэтому я хотел бы передавая слово для дальнейшего ведения Константину Николаевичу еще раз поблагодарить вас за участие в сегодняшней встрече и пожелать вам всего самого-самого доброго и еще раз поздравить с приближающимся днем победы Константин Николаевич вам слово пожалуйста уважаемые коллеги добрый день всех поздравляю с наступающим праздником великой победы и немного с маленькой задержкой мы попросили бы слово руководителю исследовательского центра памяти Австрии из Вены центр память создан для изучения пропаганды австрийско-российских отношений в области культуры и истории образования и его руководитель Юлия Эггер была награждена медалью Министерства обороны Российской Федерации за услуги увековеченной памяти погибших защитников Отечества пожалуйста Юлия даем вам слово здравствуйте уважаемые коллеги здравствуйте уважаемые друзья я очень рада видеть здесь много знакомых лиц жаль в стране я благодарна за приглашение на эту конференцию благодарна российскому историческому обществу ну например в том числе за то что сегодняшнее утро началось у меня сочтение Кумпаса который опубликован на сайте организации это потрясающая история которая будет интересна не только историкам но и школьникам и тем кто интересуется прикладной частью истории Ежи огромное спасибо за позитивное такое выступление особенно его финал был очень очень приятен мне ну и организация мы из Ельца Виктор очень рада что я могу присутствовать здесь и сказать тебе и твоим коллегам огромное спасибо за то что ты делаешь на самом деле с Ельцом у меня есть не только личная связь там живет моя подруга с которой мы дружим последние наверное 20 лет но и то что на территории Австрии похоронен Михаил Васильевич Дякин герой Советского Союза один из 23 героев Советского Союза похороненных на территории Австрии как Ежи я позволю себе очень коротко рассказать что происходит здесь с советскими воинскими захоронениями памятниками историй с осквернением памятника на Шварценберг плац это главный памятник в Австрии нет и не будет российскому посольству удалось сделать так чтобы на этой территории были установлены видеокамеры ну а в общем и целом 227 советских воинских и братских захоронений в которых похоронены советские граждане в том числе военнопленные угнанные наблюдительные работы и конечно военнослужащие погибшие во время боевых действий или умершие в первое послевоенное десятилетие в общей сложности очень по очень быстрым подсчетам 15 уроженцев Ельца похоронены на территории Австрии три из них погибли в концлагере Маутхаузен и внешних лагерях концлагере Маутхаузен Виктор просил рассказать Виктор просил рассказать меня об той деятельности которую ведет наш исследовательский центр я поняла что мне разрешили демонстрацию экрана все верно вы видите мой монитор да очень очень коротко это скорее прикладная работа но как показывает время очень важное то на чем акцентирует свое внимание исследовательский центр памяти это не только вопросы общей истории Австрии и тогда Советского Союза а теперь России конечно для нас это очень важно но скорее главным главной своей миссией мы видим то что мы находясь здесь в Австрии можем помочь родственникам погибших и умерших и похороненных на территории Австрии найти фактическое место захоронения где покоятся останки родного человека вот сюда посетители нашего сайта отправляют нам запросы над некоторыми мы работаем даже несколько лет есть такие запросы на которые мы не можем ответить последние пять лет есть запросы на которые мы можем ответить в течение нескольких часов и что для нас очень важно мы продолжаем работать над созданием карты теперь уже памятников связанных с военной советской историей на территории Австрии если молодежи я вижу там много им точно будет дигитальная электронная история интересно я отправлю ссылки в чат мы создали карту советских воинских захоронений изначально это была наша идея она необходима была для того на территории Австрии конечно же она была необходима для того чтобы родственники которые приезжают сюда и посещают могилы своих близких могли легко с помощью гугл навигации найти дорогу к месту захоронения оказалось что этого недостаточно ну пожалуй покажу центральное кладбище где похоронен Михаил Васильевич Дякин очень легко работает навигация в гугле но самих мест захоронения оказалось недостаточно и мы продолжаем историю с нанесением на эту карту памятников и памятных мест связанных с советской военной историей в Австрии это не только это не только места памяти которые являются общоавстрийскими как вот сейчас совершенно случайный выбор это место памяти на месте концлагеря Гузен внешнего лагеря концлагеря Маутхаузен это очень важно в том числе и потому что здесь остались и до сих пор существуют памятники которые устанавливали советские воинские соединения на момент конца войны и наверное ветеранов в Австрии к сожалению больше нет советских ветеранов но то что они живут на территории огромного бывшего Советского Союза это факт и рассказать об этих памятниках до сих пор существующих мы считаем очень важным моментом ну и теоретическую часть я пожалуй пожалуй закончу только тем что на сайте можно посмотреть и почитать информацию о том как относятся к этой истории жителей Австрии здесь в разделе по велению сердца на двух языках мы рассказываем об особенных эмоциональных моментах о сохранении исторической памяти на территории Австрии теми кто живет здесь это действительно удивительные истории таких историй будет больше ну и мы с удовольствием рассказываем о историях связанных с теми кто служил воевал здесь выжил или погиб об этом мы рассказываем собственно не мы рассказываем а посетители нашего сайта рассказывают в разделе помним очень важно что происходит и что мы можем делать сейчас мы начали наконец публиковать наш огромный фотоархив который связан с различными моментами ну например в этом году опубликован фотогалерея связанная фотография открыток марок конвертов и так далее связанных с историей концлагеря Маутхаузен где кстати погибли как я уже раньше сказала три уроженца Ельца вчера позавчера и три дня последние три дня на стене концлагеря Маутхаузен транслировались имена и зачитывались имена погибших в этом концлагере отправлю ссылку в чат это действительно грандиозное зрелище и услышите эти имена вы знаете я много видела и останков солдат которые мы вместе со встречами поднимаем из земли и родных которые сюда приезжают и плачут на могилах как будто человека не стало вчера но то что сделал вчера и позавчера Маутхаузен это действительно меня очень-очень тронуло и я хотела бы чтобы это увидели там в Ельце ну и школьники которые сейчас есть и представители администрации Ельца которые есть на этой конференции наверное для вас есть у меня одно предложение поскольку Австрия и Елец связаны не только тем что могила Героя Советского Союза здесь находится ну хотя бы тем что там в Липецкой области работают пять австрийских предприятий ну и кроме того в школах Липецкой области в школах Ельца изучается немецкий язык а в школах Австрии изучается русский язык мое конкретное предложение наверное не приуроченное к Дню Победы но тем не менее связанное с памятью и взаимодействием и тем что поможет нашим странам и народам быть вместе предлагаю одной из ну например Ельцу найти и создать некую совместную историю например побратимских отношений с Австрией ну а одной из школ Ельца подружиться с одной из школ Австрии или может быть даже Вены в которой изучается русский язык я думаю что это было бы полезно и с точки зрения сохранения исторической памяти потому что наши ребята могут много рассказать австрийские ребята могут услышать эту историю и не только услышать но и прочувствовать и понять через себя и пережить ее но и в том что знаете вот в Берлине на Берлинске есть такая потрясающая надпись которую я наверное буду цитировать очень долго многие маленькие люди которые живут во многих маленьких местах делают много мелочей которые могут изменить лицо мира я думаю что если мы вместе будем делать те самые маленькие дела которые делает сейчас исследовательский центр памяти соседи наши в Словакии в Словении в Венгрии в маленьком Ельце если мы будем посвящать наше время наверное совместное время сохранению исторической памяти в мире многое изменится спасибо спасибо большое Юлия вы нам сообщили очень интересную информацию особенно тот сайт который нам показали является настолько содержательным что пренепременно сегодня зайду изучу его более подробно и то предложение которое вы дали городу Ельцу о создании сотрудничества между школами Ельца и Австрии в том числе и города Вены можно рассмотреть и с какой-нибудь московской школой к примеру московские школы есть уже такие отношения вот очень хочется маленький Елец и какой-нибудь маленький город в Австрии который связан и с военной и с культурной историей и так далее подружить вот есть такое желание спасибо Российское общество поддерживает проекты какие-то может быть вам нужна будет помощь мы готовы ее в рамках своих возможностей оказать спасибо большое я хотел попросить еще вас лично чуть-чуть на этой конференции упомянуть о компасе который я вот сегодня уже назвала коротко это действительно потрясающая вещь которую вы сделали спасибо огромное спасибо большое Юлия слово предоставляется Елене Евгеньевне Наумовой которая является руководителем поискового отряда патриот в городе Компенгаген Дания и также с ним принимать участие учащиеся и преподаватели общеобразовательной школы специализированного структурно-образовательного учреждения подразделения посольства России в Дании прошу пожалуйста Елена Евгеньевна Добрый день Уважаемые коллеги извините пожалуйста у вас немного со связью не очень хорошо вас слышно можете говорить да уже лучше спасибо демонстрацию видно спросите демонстрацию видно все в порядке демонстрацию не видно видно школьников и вас да школьников и нас демонстрацию не видно видно только вот вас Марина вы должны сами настроить компьютеры для того чтобы это было видно сейчас только видно вас я понял я понял все извините помогите помогите поместное да уважаемые сейчас пошло демонстрацию все в работе нашего поискового обряда за этот гость там два больших события во-первых мы составили книгу в бане сервей в холдер 9 мая это господин открыто на советском кладбище в городе Алиге на Воронхоле нам удалось установить что за время выявления сервейских войск на острове случилось две морских катастрофы 1 июня 1945 года на подводной линии взорвалась дарская спасательная сутка Мастер-Харин следовавшая оперирование из города Рене в порт-холдер на нем находилось около двухсот сотен человек в порт-холдер 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 на порту находили двухсет человек команды в два динаместии нижней аминициям осталью разъясница аминициям в порт-холдер в порт-холдер в порт-холдер и Ваши литерат Владимир Иванович писает. Мы нашли его родственников и с их помощью создали новую биографию. В учебе нашего отряда произошло еще одно очень важное событие. На основе особенных материалов мы подготовили выставку, которая в настоящий момент представлена на выходе. На части стендах мы рассказываем об изображении Градского острова и его освободителя. Мы рассказываем об изображении Градского острова и его освободителя. В годе 18-й стрелковый стража Градского острова и его бланки стража Градского острова и Великобритания. Мы рассказываем об изображении Градского острова и Великобритания. В составе 2-го Белорусского фронта 132-го стрелкового корпуса Дивизня сопреждала побережье Балтики. А до 5-го мая 1945 года частью Дивизня высадилась на острове Франкхольм. Сегодня мы рассказываем об изображении Градского острова и Великобритания. Продолжение следует... 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 Чистим памятники перед 9 мая и стараемся и в течение года также поддерживать чистоту возле памятников, садим цветы. На 9 мая раздаем георгиевские ленточки. В этом году российские соотечественники договорились, что сделают полевые кухни, где мы сварим гречневую кашу и чай. И все, кто будут приходить к памятникам советских солдат, будут угощены с нашей стороны солдатской порцией гречневой каши и стаканом чая. Что еще хотела сказать? Мы также ведем большую работу, разысковую работу. В 60-х годах в Сербии были организованы братские могилы, то есть тела были перенесены в общие могилы, которые находятся в Белграде и в других таких крупных городах. Но по Сербии осталось очень много памятников. И на этих памятниках имена и фамилии иногда неправильно написаны. И не все похороненные в тех городах внесены на мемориальные доски или написаны на памятниках. В последние 2-3 года мы уже начали работу по поиску похороненных наших солдат и офицеров, которые погибли на территории Сербии. И дописываем, и стараемся как-то дополнительно найти родственников и написать эти имена, чтобы никто не был забыт. Каждое имя должно быть написано и озвучено. Так, например, в городе Крушевце есть памятник советским солдатам, где было написано 17 имен. Мы при помощи боевого братства, мы из Ельца и других российских организаций, которые нам очень-очень помогли, нашли имена, офицеры и солдаты, которые похоронены на территории Крушица. И сейчас переделана мемориальная доска и еще дописаны 6 имен солдат и офицеров. И этому нам помогли город-побратим Елец, которые, бизнесмены города Ельца, собрали деньги, чтобы восстановить памятник. И ветераны Липецка тоже собрали материальную помощь, при помощи которой мы могли восстановить, написать эти недостающие имена на мемориальной доске и восстановить памятник, как он выглядел в самом начале. Также многие общества наших, общества российских соотечественников в Сербии насчитывается около 17. И каждый сейчас старается найти, ведут поисковую работу и продолжаем эту работу, то есть ищем имена. Хотела еще поделиться. Наш соотечественник Давид Кнежевич участвовал в международном соревновании «Правнуки науки», где и победил, является победителем. Он получил приглашение и 8 мая в Москву, где 9 мая будет участвовать в шествии бессмертного полка на Красной площади. Наши соотечественники вместе с сербскими детьми участвуют во многих конкурсах, посвященных Дню Победы. Это сады Победы, поем военные песни, рисунки, как мы видим войну. Мы не хотим войны, мы хотим мира во всем мире. То есть конкурсы проходят по всем городам Сербии. Вот так я хотела бы кратко рассказать о нашей работе. Также хотела бы поблагодарить и школу номер 12, которая сотрудничает и которая побратимилась с нашей школой в городе Трестыники. Работа ведется еще не очень такая большая, но надеюсь, что мы дальше, когда пандемия пройдет, дальше начнем активно сотрудничать со школой. Огромное всем спасибо за внимание и еще раз со светлым праздником. Днем Победы! Марина Кирилловна, спасибо вам большое за интересный доклад. Все, что вы сказали, мы учтем в своей работе. Хотел бы предоставить слово старшему научному сотруднику, кандидату исторической наук Центрального музея Войск Национальной Гвардии Российской Федерации, Виктору Магомедовичу Магомедову. Прошу. Добрый день, уважаемые друзья. Друзья, скажите, пожалуйста, меня слышно? Слышно. Да, да. Большое спасибо. Хотелось бы выразить признательность и благодарность российскому историческому обществу за приглашение и возможность принять участие в данной конференции. Сейчас я хотел бы вам продемонстрировать некоторые материалы. Так. Вот скажите, видно на экране? Видно. Да. Значит, уважаемые друзья, я хотел бы рассказать о участии в Великой Отечественной войне и во вкладе в общую победу над фашизмом войск НКВД, которые принимали участие в данных событиях наряду с военнослужащими Красной Армии. Беспримерную стойкость показали военнослужащие войска во всех тяжелейших сражениях и боях в обороне Брестской крепости, Риге, Таллина, Могилёва, Ленинграда, Киева, Одессы, Тулы, Московской и Сталинградской битвы, битвах на Кавказе и на Курской дуге. Всего в боях различной продолжительности участвовали воинские части 58 дивизий и 23 отдельных бригад войск НКВД. До последнего патрона сражались бойцы, расположенного в Брестской крепости 132-го отдельного батальона войск НКВД. На стенах казармы, которая воссоздана в музее войск Национальной гвардии, была обнаружена надпись «Я погибаю, но не сдаюсь. Прощай, Родина». Сейчас, секундочку. Многие гарнизоны наряду приняли участие в первых минутах и часах боев наряду с пограничными войсками. Многие гарнизоны по охране железнодорожных сооружений, особо важных объектов. Также войска НКВД принимали участие в обороне Ленинграда, в битве за Москву. Хотел бы особенно остановиться на том, что Гелецкая наступательная операция, ставшая составной частью битвы за Москву, в которой принимало участие единственное подразделение войск НКВД, это 57-я бригада внутренних войск, которая, несмотря на то, что имела в своем личном составе большие потери, у них не было ни инженерных, ни артиллерийских, ни саперных подразделений. В основном все вооружение состояло из стрелкового оружия, но они выполняли приказания командования, держали линию фронта, занимали населенные пункты наряду с другими частями Красной Армии, и к концу Гелецкой наступательной операции имели до 60% потерь в личном составе, но однако все задачи, поставленные командованием, выполнили. Значит, за это время бригадой было освобождено 192 населенных пункта, и уничтожено более 4,5 тысяч фашистов. Это документы бригады. Значит, еще в войсках НКВД они стали первыми зачинателями снайперского движения. Весной 1942 года, в особенности, после того, как мастера снайперского движения из войск НКВД выступили с предложением, это движение распространилось на все фронты и на все части Красной Армии и войск НКВД. Вот, например, хочу вам зачитать одну выдержку заместителя командующего по войскам НКВД Аполонова в докладе, который он сделал в середине 1943 года. По состоянию на 30 июня сего года в войсках подготовлено 27 604 снайпера, из которых 19 932 человека прошли боевую стажировку в частях действующей армии. За время стажировки снайперами войск НКВД уничтожено 216 640 солдат и офицеров противника. Советское правительство высоко оценило, значит, такие заслуги и несколько тысяч военнослужащих войск НКВД было награждено правительственными орденами и медалями. Также войска НКВД стали зачинательными партизанского движения, потому что очень большое количество командиров и политработников направлялись на создание партизанских отрядов, которые с первых месяцев и до последних месяцев Великой Отечественной войны прошли практически по всем тылам противника и донесли ему огромнейший ущерб. Также хотел бы остановиться на том, что несколько месяцев до подхода основных частей Красной Армии Сталинград обороняла 10-я стрелковая дивизия внутренних войск НКВД, которая проимела чудеса героизма, мужества. И несмотря на то, что она была не полностью укомплектована, на тот момент находилось в ее составе около 8 тысяч военнослужащих. К окончанию сражений и к подходу основных частей Красной Армии в дивизии оставало всего чуть более 200 человек личного состава. Но за 56 дней и ночей непрерывных боев до вывода обескровленных частей на левый берег Волги дивизия нанесла значительный урон врагу. Было подбито и сожжено большое количество танков, убито большое количество солдат и офицеров противника. Но однако последние 200 метров до Волги враг не прошел. Хотел бы остановиться на том, что очень много частей и соединений, несколько десятков дивизий и других мелких подразделений было передано из войск НКВД в части Красной Армии, которые впоследствии, проявив чудеса мужества и героизма, были награждены не только орденами и медалями, но и почетными знаменами, которые символизировали их мужество. В заключительном этапе Великой Отечественной войны войскам НКВД приходилось противодействовать не только противнику на передовой вместе с частями Красной Армии, но они же поддерживали охрану тыла, осуществляли охрану и поддержание порядка на освобожденных территориях. И с уверенностью могу сказать, что с первого до последнего дня воины НКВД вместе с военнослужащими частей Красной Армии выполняли свой долг и выполнили его сполна, то есть была одержана победа общими усилиями. В заключении, чтобы не задерживать ваше мнение, я бы хотел сказать, что на параде победы 24 июня 1945 года в Москве воинам отдельной мотострелковой дивизии особого назначения имени Дзержинского было предоставлено право бросить немецкие штандарты к мавзолею на Красной площади. Как я вам уже сказал, я представляю Центральный музей войск национальной гвардии и в нашем музее расположена, в одном из районов Москвы расположена большая экспозиция по истории войск правопорядка. И в заключение хотел бы добавить, что я также являюсь представителем патриотического движения Моизгельца, которое несколько лет последних активно занимается военно-патриотической, следовательской, поисковой работой. И по данным направлениям мы сотрудничаем со многими участниками данной конференции. Большое спасибо, что вы поддерживаете нас, помогаете. Мы совместные проекты реализуем. Большое спасибо российскому историческому обществу. И на этом я хотел бы закончить. И всех с наступающим праздником, днем Великой Победы. Спасибо. Виктор, вам большое спасибо, поскольку вы были одним из инициаторов данного мероприятия. И сегодня, благодаря в том числе и вам, сегодняшний круглый стол состоялся. Хотел бы предоставить слово директору школы номер 12, город Елец, Наталье Валерьевне Кузовлевой. Спасибо. Уважаемые участники конференции, администрация коллектива, наша образовательная школа радует приветствовать вас в окруженном масштабном мероприятии, приуроченном в 76-м веке, где-то победы. Мне, как бы, в группе педагогических наук, работающих в учениках, в растающем поколении, сегодня в нашей лекарственной школе, в том числе и время, очевидно, что такие мероприятия актуальны и наследны. И, понятно, какое эмоциональное заседствие мы заказывали на наших дворцах. Поэтому, я хочу сказать огромное спасибо всем участникам конференции за то, что в такой сложный момент нашли силы и мнение для столь масштабного мероприятия. К вопросу о сотрудничестве мне очень приятно, что у нас присутствует Селена Майя Викторовна, Женщина, глава городского округа города Елец. У нас была небольшая возможность переговорить о нашем стратегии сотрудничества. Мы готовы. Мне хочется прояснить, что в нашей школе, у меня с вами был депутат Занатикул, заместитель директора УЗА этого клуба, кандидат в хирургическую науку, Сармин Юлия Юрьевна, наладит стратегию взаимодействия. И сейчас мне хочется предоставить эти слова для того, чтобы рассказать, как сохраняется. Добрый день, уважаемые коллеги. В реалитетных направления государственной молодежной политики важное место занимает воспитание у школьников чувства истинного патриотизма и формирования грозы в гражданской позиции. Елец был в городской славе. В год в Великой Отечественной войне Елец явился надежным защитником страны немецко-фашистских захватчиков. За мужество, стойкость и героизм проявленные защитниками в борьбе за свободу и независимость отечества, 8 октября 2007 года по классу президента Российской Федерации в Елецом было присвоено подсчетное звание Российской Федерации «Город Бонской Славы». Это звание признания заслуха ищет за свою историю существования древнего охота Руси, каковым во все времена являлся город Елец. Открытие варбинного знака «Город Бонской Славы» на Красной Площади стало одним из центральных событий празднования в 65-й годовщине Великой Победы Ельце. Ратная святыня была установлена рядом с православной святыми в Весенском соборах. На территории города располагаются братские могилы, братская могила на стороне городского плодбище, на Альшанском плодбище, слободе Александровка и воинское захоронение на площади Великой Победе. Видеоконференция «Сохраняем память о Великой Победе», посвященная 76-й годовщине Победы Великой Отечественной войне, целью и задачей которой является сохранение памяти и приобщение потомков к историкам и удобному наследию Рудина. Воспитание гражданина всегда было важной задачей государства и школы, но сегодня это одна из самых острых и актуальных проблем. Среди целей исторического и общественного образования и федерально-государственных образовательных стандартов многого поколения выделяются основные воспитание, патриотизм, гражданственности, социальной ответственности, уважение к истории и традициям нашей Рудины, к правам и свободам человека, демократическим ценностям современного общества. В связи с этим наша школа проводит четыре традиции, приходящих с поколения в поколение. Обучающиеся ежегодно принимают участие в городском параде Победы, а их участники награждаются благодарственными письмами администрации города. Ученики принимают активное участие в письмах, которые проходят в маёне известного солдата Сан-Абрия Александровна. Ежегодно представители школы выступают с докладами на городских и взрослых конференциях, посвященные сохранению памяти о своих предках. Только в апреле состоялась взрослых конференция «Дети о детях войны» в городе Монс-Войславка Петерзамуте, где обучающиеся седьмого кадетского класса восток Ярослава и Прокофьева Дарья защищали свои исследовательские работы «История семьи, опалённая войну», Прокофьева Дарья стала призюмом. С исследовательской работой Иван Петрович Баскаков повален трёх одинок славы, обучающийся девятого класса, взял на фондон, выступал на всероссийском конкурсе «Их временами славится Россия», где занял почётное третье место, а руководитель проекта и образовательная организация, награждены в Голодарском и Европейском. Принимали участие в Российском конкурсе исследовательских работ в городе Родина, завоевав первое место. Среди общеобразовательных учреждений в городе Мельца ежегодно проходят интеллектуально-спортивные исследования вперёд в очистке. Сборная команда школы принимает для участия. В 2017 году занимали первое место, в 2019 году первое место, в 2020 году первое место, в 2020 году первое место, в 2020 2021 год – третье место. Ежегодно в школе проходят коллективные дела, это различные манитарные акции, помощь в террору и ипотечной войне, встречи с участниками боевых действий. Беседы о тех дальних событиях способствуют взаимопониманию между поколениями, формируя патриотические чувства. В школе работают комнаты боевой славы, она знакомит ребят с историей школы, её основоположенными, учителями развития рукодельского движения. Образовательная организация проводит полный мужество, приуроченное в блокаде манитара, освобождение города Сталининграда, 23 гиграя, 9 мая, 9 декабря, освобождение города Мельца от немецко-фашистских захватчиков. В школе развито-кадетское движение, где животные-кадет пополняются лучшими обучающимися, которые проявились в городе вилкуальной спортивной и физической технологии. В школе проходят экологические акции, посвященные Победе, посадительница, Дерево Победы, сад Пармати. Ученики школы принимали в 2020 году участие во всероссийской акции Дерево Победы. Безусловно, патриотическое воспитание Пармати Победы складывается и через любовь к родному слову, языку, местного диалета. На уроке русского языка антиокола, уроженные деятельности, в том числе и развивание интеллект расширяются в этот возможность. В образовательной организации проводятся конкурсы 400 лёгких дыханий. Лишь слово «Жизнь да», нажимаем только классика, где большое внимание уделяется творчеству пайли и писательских измельков. Главными образами произведения которых стал «Солдат» и «Герой Тужин». Лучшие представители таких мероприятий являются участниками городских и региональных областей живого слова. Изюминка, работа школы по патриотическому воспитанию, припятие литературных групп «Отхвен», в работе которого задействованы представители всех возрастных групп детей. Два раза в год члены клуба выступают с театрализованными представлениями, которые урочены выходят в обеды и освобождение в обеды и в обедах и в обедах. И в заключение своему выступлению хотелось бы всем поздравить с предстоящим праздником, праздником «Герой Тужин». Пожелать всем благополучия, здоровья и самосудовательств. Да, я позвольте еще раз от лица администрации поблагодарить всех участников конференции и, уже сказала Наталья Валерьевна, многому сотрудничеству и как со школами, и так с другими общественными организациями и объединениями. И хотел бы добавить поздравление к свету, к нашему храдостному празднику, 9 мая, но, как мы говорим, это праздник со слезами на глазах. Я хочу вам всем пожелать действительно нежного неба над головой, чтобы никогда не мы, не наши дети, не знали, что такое война, что такое выстрелы, что такое нужда и, конечно же, потери близких. Всего вам самого хорошего. Спасибо. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Как сказал наш руководитель Константин Ильич Могилевский, в ближайшее время состоится поездка представителей РИО для дальнейшего открытия филиала отделения Российско-Исторического общества в городе Елец. И я надеюсь, появится возможность пообщаться, продолжить сотрудничество и достигнуть каких-то результатов в совместной деятельности. Спасибо большое. Хотел предоставить слово исследователю, историку, писателю Массиму Экли, который награжден медалью Министерства обороны Российской Федерации на заслуги и вуковечивание памяти погибших защитников Отечества, который до последнего времени был гражданином Италии, Итальянской Республики, но совсем недавно получил российское гражданство. С чем его поздравляем? Массим Экли, прошу. Спасибо. Добрый день. Меня слышите, да? Думаю, что да. Я бы хотел сначала благодарить за приглашение на эту конференцию, которая очень важна для меня, потому что вижу некоторые людей, которые мне знакомы, то есть мне знакомы, и особенно Николай Орлов, я потом с ним буду говорить по телефону отдельно. И хотел вам сказать одно. Правильно говорил господин Йожи Тиць, что то, что делает правительство, народ делает по-своему. То же самое и итальянский народ делает по-своему. То есть, куда идет правительство, итальянский народ идет в другое направление совсем. Почему? Потому что, как мы видим, есть попытка перезаписать историю. Мы это заметили давно. И итальянский народ, наоборот, хочет восстановить историю, как она есть на самом деле. Мы видим, как мы в прошлом году вместе с Рио побывали на могиле неизвестного партизана, солдат Советского Союза. И дали ему честь, положили цветы и видели, что эта могила всегда ухожена и так далее. Это для нас, это, конечно, очень приятно. И от этого началась вся моя история. Почему? Потому что я хотел бы узнать, откуда он. И так я сделал. Таким образом, собрал очень много информации, очень много имен. И благодаря тоже Ассоциации Данте Лигерии и президент Данте Лигерии Московского комитета Наталья Никишкина, которая мне тоже помогла, и Рио, мы, то есть я бы мог найти, я мог найти очень много имен, посетили архивы и так далее. Это понятно. И восстановил некоторые истории. В том числе я хочу сказать, что в области Триесте, хочу напомнить, здесь был, по-моему, бывший посоль Словении, правильно? На конференции. Сейчас, наверное, он еще есть, да? Хотел сказать, что в области Триесте есть монумент, есть кладбище, где захоронены 30 советских солдат из народной освободительной армии Югославии. А там только написаны фамилии. Хотел восстановить все эти фамилии, потому что именно на монументе, потому что я нашел имя, фамилию и отчество этих всех 30 советских солдат. И знаю даже откуда. В монументе такого не написано. Написано только фамилию. И все. Хотел просто продолжать дальше свое дело. Вот дело, как можно сказать, восстановить все эти имена полностью и все эти истории. Дальше мы в прошлом году с Рио, как раз мы об этом говорили, посетили не только могилу одного солдата советского, неизвестного, но и были вампиры в Иронии, где узнали, что был другой советский партизан, был эксгумирован зря, потому что итальянский закон говорил четко, что не принадлежит к эксгумации. То есть у нас такой закон для простых граждан. Если у вас человек 25 лет лежит на могиле, лежит на земле, то есть его надо эксгумировать и перезахоронить в другое место. Поскольку у него для солдат такого закона не действует, то есть солдат должен быть захоронен там, где есть вечно. И мы решили, посоветовали АНПИ написать письмо послу Советской Российской Федерации в Рим. И на следующий день взяли это письмо и отправились вместе с Рио на прием у посла. И так и начали задействовать, как можно сказать, посоль включился и задействовали тоже другие организации, которые нам помогли в этом делу. Этот человек звали Тулиско Владимир, он украинец на самом деле. Но мы его инумировали, была инумация, и поэтому, как можно сказать, достигли нашу цель в этой сфере. Но я вольно и спонтанно разговариваю, могу много говорить, я не хочу отнимать очень много вашего времени. И хочу сказать, что второе, то, что хотел сказать, что после этого посоль Российской Федерации попросил в Рио, чтобы получить имена и фамилии людей, которые мне помогли в этом деле, и я ему через Рио передал, и все эти граждане, которые, граждане Италии, были награждены той же самой медалью, что и у меня есть, могу я это показать, в принципе. Вот видите. Вот. Это медаль. Я получил его в октябре, а они получили два дня тому назад. Спасибо за внимание. До свидания. Максим, спасибо большое за интересную историю. Хочется предоставить слово представителю Институту военной истории, военной академии Генерального штаба, Марковчину Владимиру Викторовичу. Прошу. Добрый день, дорогие коллеги. Благодарю вас, сердечно, за предоставленную возможность участвовать в таком замечательном круглом столе, который организован сегодня. Я, как и большинство граждан Российской Федерации, имею свою историческую память, связанную с Великой Отечественной войной. Того деда, которые и по маминой, и по павиной линии, они не вернулись с войны. Один даже не знаю, где захоронен, несмотря на все попытки его разыскать не удалось. А во второй лежит в бывшей Восточной Пруссии, теперь Республика Польша, в маленьком местечке под названием Джевицеп под Костшином. К сожалению, пока я еще до туда не доехал, но, надеюсь, это мне удастся. Итак, мое выступление будет посвящено проблеме публикаций новых документов о Великой Отечественной войне. То, что делается и мной лично, и моими коллегами. А делается очень много всего. Совершенно согласен с предыдущими докладчиками относительно того, что ведется наглая информационная война против сегодняшней России и прошлого Советского Союза, связанная с подменой понятий, связанная с перетасовыванием фактов, связанная с подтасовыванием этих фактов, только с одной лишь целью, чтобы каким-то образом в последствии пересмотреть итоги этой самой войны. Чтобы белые стали черными, чтобы черные стали зелеными и так далее. Вот. На борьбу с этими явлениями, в первую очередь, и ориентировано и мое учреждение, которое я представляю, и многие другие отечественные истории. Как это обычно происходит в западном свободном мире? Ну, накануне какого-то очередного юбилея, либо знакового события в истории делается информационный вброс, в котором определенные какие-то параметры того или иного события, что оно на самом деле происходило совершенно иначе, ну, как это обычно было, допустим, год назад с Краковской операцией, да, по освобождению Кракова. Вот. И потом по команде подключаются все новые, 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 новые структуры, которые весь этот миф начинает распускать по всему миру. Он постепенно цементирует мнение о том, что с этой, вот, казалось бы, непреложной истиной, что именно Красная Армия освободила Краков и разминировала его от многих сотен тонн взрывчатки. Вдруг начинается сомнение обывателя. На самом деле было это так. Ну, если мы коснемся той не совсем нормальной части польского общества, то там была учреждена целая правительственная комиссия. Я не знаю, вот, Ежидыц, может быть, как-то подскажет нам, что же за два, там, года удалось этой комиссии опубликовать. Какие выводы по Краковской операции, каким выводам пришли тамошние исследователи. Была ли Красная Армия в Кракове или не была, разминировала она этот город или, наоборот, минировала и так далее. Так, в принципе, по всем узловым моментам Великой Отечественной войны одна и та же картина. То, допустим, Финны к юбилею Зимней войны, вы знаете, в 2019 году очередная круглая годовщина была, тоже начали публиковать свои сомнения относительно причин, задач и итогов этой войны. Ну и не стоят в стороне и японцы, также участники всей этой мировой бойни, одни из инициаторов, тоже к своим юбилеям публикуют свои материалы. Как с ними, со всеми этими подтасовками, ложью и новым взглядом на укоренившиеся исторические науки фактами бороться? Я знаю только один способ больше публиковать, публиковать правды, правды, основанные на документальных источниках. А вот, например, 30 апреля этого года Минобороны России рассекретила очередной массив, огромный массив документов, которые отражают перипетии оборонительной с немцев, а наступательная с нашей стороны берлинская операция. Там по секторам все было организовано немцу в порядок с центральным, так скажем, районом обороны. И упоминалось даже в этой связи комплекс зданий, который принадлежал имперскому министерству иностранных дел. Он размещался по улице Вильгенпштрассе, 74-76, и он именно это здание, комплекс зданий, стал узлом обороны в центральной части Берлина. Ну, то, что там были определенные разрушения в ходе атак на этот участок Берлина. Но, тем не менее, когда советские воины туда вошли, были обнаружены большие массивы документов имперских, которые касались совершенно разных сторон жизни и деятельности огромной империи, которая имела очень широкие виды на будущее. Документы настолько оказались интересными, что их экстренно вывезли в Москву, и лучшие переводчики страны, я совершенно определенно об этом говорю, начали их перевод. После перевода эти документы попали на доклад Иосифу Виссарионовичу Сталину и всему ближайшему политическому руководству страны. Почему? Потому что информация в этих документах этого заслуживала. При всей тогдашней загруженности руководителя советского государства эти документы, трофейные документы, извлеченные из развалина, они имели очень большое значение. Из этих документов можно было узнать очень много ценного. Например, то, что касается начала Великой Отечественной войны. 24 июня 1941 года посол Турецкой республики в СССР встречался с Народным комиссаром иностранных дел Молотовым и, значит, потом подготовил огромный по объему отчет для своего министерства о том, о результатах встреч. Там выражено сожаление, там подтверждена готовность Турецкой республики к мирному существованию Советским Союзом, там какие-то гарантии звучали и всякое такое. А через два дня, 26 июня 1941 года, турецкий посол Великобритании встретился с тамошним министром иностранных дел, господином Иденом. И у них состоялся обмен миниями по сути начавшегося военного конфликта Германии и Советского Союза. И там уже несколько трудей были оценки. И плохо скрываемая радость и турок, и британцев от того, что, значит, острие удара нацеленного вот именно на Советский Союз, оно ушло из Турции и из Великобритании. Вы знаете, что обе стороны уже были подготовлены планы нападения немцев и туда, и сюда. Но вот пришлось на Советский Союз. И нескрываемая радость турецкого посла, что вот, наконец-то, Советы безбожные, они будут наказаны за то, что вот они такие безбожные, а все остальные, все, в общем-то, нормальные и поэтому могут спокойно, с открытой душой смотреть за тем, что же там будет продолжаться. Это только вот единичный, так скажем, эпизод. Но самое интересное то, что эти материалы, как они попали к немцам-то, очень просто. У них была своя агентура в правительстве Турецкой Республики, и буквально через несколько дней после появления этих документов, да, отчетов итоговых, они уже были переданы германской стороне. Итальянцы очень тоже порадовали. Оказывается, они тоже пристально следили за развитием ситуации на Советско-германском фронте. И, допустим, вот случилось нападение, случилась уже угроза Москве. Ну, не все державы России, естественно, не имели возможности открыто наблюдать за развитием событий. Не было ни посольств, не было никаких других структур, которые это могли бы отследить. Вот, но отслеживали те же самые турки. Вот, итальянцы умудрились перехватывать переписку дипломатического турецкого посольства, даже из далекого Куйбышева, когда было посольство эвакуировано туда. Вот, и опять же делились с немцами. И те имели представление о том, как развивается дело с бомбардировками Москвы, что, какие новости на фронте, как развиваются ситуации с поставками союзнического вооружений и боеприпасов, и по состоянию гражданского общества, по состоянию воинских частей. В общем, все подробности, которые удавалось турецким дипломатам добыть, они становились достоянием и коллег по странам ОСИ, то есть и Италии, и Германии. Вот это второй такой пример. Он явно показывает, что информацию о первых днях войны можно почерпнуть очень часто из иностранных источников. Причем, если отделить там все нестыковки, какие-то непроверенные слухи и все остальное, останется достаточно интересная информация, которая даже для человека, который всеми своими глазами лично наблюдал за событиями, он никогда не заметит во всей полноте этих событий. Поэтому замечательный фонд в Государственном архиве Российской Федерации под номером Р-9401, там еще есть с чем поработать по самым различным темам, начиная от вовлечения Турции в орбиту соратников Германии в борьбе с Советским Союзом, от торга за будущие территории и сферы влияния, от построения Великого Турана, который там Турция еще грезилась там с начала 20 века, построить новую империю тюркских народов. А немцы, в свою очередь, хотели использовать это стремление по строению, чтобы двинуться на Индию и так далее, чтобы выгнать англичан с их территорий и так далее. Перехватывалось и обмен шел с МИДом на очень высоком уровне. Допустим, в одном из замечательных сообщений говорилось о планах Итальянской республики на случай взятия, возможного взятия Кавказа. Я был удивлен, что и Грузия, и Армения рассматривалась Италией как сфера ее влияния. То есть туда, там планировалось итальянское присутствие под предлогом того, что итальянской промышленности необходимо сырье, которое могло производиться в республиках Закавказья. Итак, чтобы я могу долго это рассказывать, все. Но, тем не менее, публикация новых рассекреченных документов это очень важная вещь. Своевременно реагировать на всплески активности фальсификации истории у наших западных коллег это второе, то, что необходимо. Ну и исследовательская работа. Нужны новые источники, новые документы, новые подтверждения той самой истины, которая может быть в каком-то завуалированном слегка виде, проходит по многим страницам нашей истории и истории Великой Отечественной войны в том числе. Не до всех доходит, что вот в учебнике этой истории пишется, но вот новые аналогии, новые документы, они помогут донести эту истину до самого последнего человека. Вот, в принципе, все, что я хотел слегка в своем выступлении отразить. Рад буду снова принять участие в ваших мероприятиях. Спасибо большое. Владимир Владимирович, спасибо большое за сообщение. Хотел бы сказать, что российское сообщество борется с фальсификацией информации, которая доставляется недостоверно в источниках, ну в открытых источниках, может быть даже закрытых. Но если у вас есть какая-то тема, которую вы хотели бы более широко осветить, ну, к примеру, есть материалы и фотографии, можно сделать выставку, можно провести некий круглый стол, который будет освещать все, что вы сейчас сообщили. Может, какие-то есть документы, которые позволят более широко на это посмотреть. Ну, мы не говорим, что это будет на нашей площадке, но при поддержке можно организовать в одном из городов некую выставку. Тема огромное количество. Я очень много публикуюсь и в отечественных журналах, и с недавнего времени и в иностранных журналах. Допустим, по разминированию Кракова далась возможность в польском журнале, но на русском языке. К сожалению, не удалось на польский язык перевести. Я думаю, у нас есть над чем подумать и всегда готов помочь. Спасибо большое. Пожалуйста, еще хотел вопрос. Коллеги из Копенгагена показывали нам красивую выставку. Ну, не то что красивую, а достаточно подробную. Если возможно, ее как-то нам передать, мы бы посмотрели, если появится какая-то возможность не только у вас ее увидеть, но и могли бы в Российской Федерации показать, экспонировать в одной из школ. Извините, пожалуйста, не сразу включили. Наши представители на данный момент находятся в городе Леоне. Это Бонгольм, Даня. Она проходит в городе Леоне. В этом месте, в городе Леоне. У нас тоже пока не в этой системе, но все-таки музей посещается ограничено, поэтому выставка частично разъеллена к окнам библиотеки. Там есть панорамные возможности смотреть стенды. И по информации, последней информацией о полученном послушстве, выставка «Попрос для джазской стороны» продлина еще на месяц. Для начала нам стало интересно, потому что это будет проводиться в городе Анатолия, там, где находится жидкарминей своих солдат, проживших за посещение в городе. Прочим рассказать вам, ребята. Значит, информация о выставке размещена на сайте посольства. О российской генерации в Дании. И мы, конечно, говорили, что несложно в том, потому что работа неожиданно получилась очень большой и действительно красивой. Мы хотели, чтобы, конечно, эта выставка была размещена. По посылку выставки мы не знаем. Возможно ли, выставки мы не знаем. Возможно ли, выставки мы не знаем. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, на сегодняшнем кругу столе мы все увидели, что каждая организация, каждый человек, принимающий участие в сегодняшнем мероприятии, провел над тем, чем не только увлечен, но и показал, что его работа была ни часы, ни дни, я думаю, даже годами. И, надеюсь, общество оценит каждого человека, который принял участие в создании ваших материалов, и карт, и выставок, и того, что вы делаете для России, как представителей русского народа за рубежом. И хотел бы еще вопрос задать. Если у кого какие-то есть мнения, какие-то пожелания, пожалуйста, высказывайтесь. Вы сказали, что есть у вас выставки. Мы, например, получили одну выставку «Писательская рота», которая очень хорошо прошла в Сербии и сейчас проходит. Мы бы хотели еще, если есть у вас какие-то выставки в электронном виде, или как получить, чтобы могли дальше рассказывать о истории Великой Отечественной войны. И связь, может, есть какая-то со Сербией. Значит, все, что есть интересное, мы согласны принять и распечатать, и сделать, и показать по всем городам Сербии. Спасибо. Уважаемые коллеги, на сайте Российского исторического общества есть подраздел, ну, при необходимости я даже передам у нас, так сказать, координаторам и связующим человекам Виктор, ему направлю ссылку на выставки, которые экспонировались, и которые можно скачать себе на носители для того, чтобы экспонировать на вашей территории. Ну, получить разрешение на экспонирование их можно, ну, согласав с нашим руководством путем написания обращения. Ну, достаточно на Константина Ильича Могилевского направить письмо, и уже скачав эту выставку, можете показать ее в любом месте, где вам, ну, я имею в виду в официальных органах, где вам это будет интересно. Виктор, вы меня услышали, Виктор? Да, Константин Николаевич, я вас услышал, я все понял. Хорошо. Да, и контакты при необходимости для связи с Российской историей, что можете у него, я ему передам, и если будет возможность тоже с вами связываться через него, по почте, по телефону. И хотел бы сказать, если никаких мнений нет, если какие-то есть мнения, пожалуйста, выскажите. Уважаемые коллеги, поздравляю вас с наступающим праздником Великой Победы, чтобы мирное небо нас не покидало, чтобы мы жили так, чтобы народ дружил, чтобы политика не мешала простым гражданам делать добрые дела. Желаю всем удачи. Вам большое, огромное спасибо за участие в нашем круглом столе. Если какие-то есть вопросы, готовы связаться по электронной почте. Спасибо большое вам. До свидания. Спасибо вам. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.